Этим спортсменам грязь не страшна. В Нягоне прошел окружной чемпионат и первенство по суперкроссу. Двухдневные заезды на мотоциклах с объемом двигателя 125 и 250 кубических сантиметров устраивали полсотни гонщиков. О том, для кого из них трасса оказалась золотой, расскажем в следующем сюжете. Не скрывая восхищения, за гонщиками следит Андрей Гринь. Пока он только мечтает составить конкуренцию участникам суперкросса. В свободное от школьных занятий время Нягонский второклассник отрабатывает технику вождения на мотоцикле. Я выбрала спорт, потому что он крутой, он такой быстрый, весь такой классовый. И он мне сразу же понравился. Папа ходил на мотоцикле, и как только я родился, он мне сказал, что он мне тоже купит мотоцикл. А югорчанин Рустам Ханов уже воплотил мечту в реальность. На своем 125-кубовом байке он участвует во всех заездах по мотокроссу. Признается, что перед тем, как научился летать на трассах, набил немало шишек. Однако ни об одной из них не жалеет. К такому выбору привел папа, потому что он сам ездил. Заслуженный чемпион мира. Ну, нравится экстрим прыжки. У меня началось, получается, где-то через месяц или через полтора. Я ездил, падал, падал. Потом уже до меня дошло, и я начал получше ездить. Сила, перепели, ну и мужество. Вот видите, что творится. Чтобы ничего не бояться в жизни. Так идти четко. Кроме Рустама Ханова на трассе себя показали еще полсотни спортсменов. Участниками окружного чемпионата и первенства по суперкроссу стали жители Югорска, Мегиона, Нефтьюганска, Советского, Сургута и Нягани. Особой массовостью мы пока не можем похвастаться. Но это не только потому, что техника дорогая. Тут же нужны еще как бы специальные программы подготовки. А для того, чтобы эти программы осуществлять, нужна материально-техническая база, опять же, возвращаясь к этому. Инфраструктура. То есть это учебные классы, это ремонтные мастерские, это спортзал в обязательном порядке. Всегда есть к чему стремиться. Выражение о том, что грязи не боятся только танки, на суперкроссе опровергли все участники. Однако, чище всех сложную трассу удалось пройти нефтьюганским спортсменам. Они заняли первые места практически во всех заездах. Павел Желтов, Наталья Акс, телекомпания Югра, при поддержке Няганского телеканала.